Добрый день, я Алексей Кудин, сейчас нахожусь в сезон номер один города Минска. Подтягивание под 45, горизонтальное на нарах, и медленные приседания, там по 200 раз медленных приседаний. В колонии заключали на несколько моих боев, там все собрали, смотрели. Дурацкий вопрос в колонии, ну расскажите. Всем привет, меня зовут Вадим Тихомиров, и сегодня у нас большой эксклюзив. Алексей Кудин многим из вас отлично знаком как ветеран российских ММА. Он дрался с Александром Волковым, Сергеем Павловичем, Сергеем Харитоновым и Анатолием Малыхиным. Но известность за пределами вида спорта Кудин получил, когда вступил в бой во время протестов в Беларуси. Какое-то время Алексей находился в России, но был экстрадирован, а следствие пришло к тому, что Кудину дали реальный срок, и с начала 2021 года по декабрь 2022 Кудин отбывал наказание в белорусской тюрьме. 4 октября он будет драться в хардкоре по правилам бокса против Хадиса Ибрагимова. Что интересно, еще год назад Алексей смотрел главный бой боксерского хардкора «Дацик» против Емельяненко вместе с другими осужденными. А еще раньше Анатолий Сульянов говорил мне, что не очень хорошо знает, что это за боец. Кто такой Алексей Кудин? Мы бы никогда не заплатили такие деньги. Он вне медийного пространства находится, конечно. И вот теперь у одного из самых позитивных тяжеловесов может быть самый медийный бой после самой медийной истории в карьере. В этом интервью говорим о программе тренировок в колонии и в СИЗО, о чем просили Алексея сотрудники и как можно смотреть UFC, если ты осужденный. Не думаю, что есть люди, которые не задавались такими вопросами. Монтировать видео очень лениво, но находить мотивацию мне помогает мой надежный партнер Лига Ставок. Прямо сейчас в описании к этому видео или в закрепленном комментарии можно найти специальный бонус для новых игроков. И если вы решите рискнуть, то попробуйте им воспользоваться. Ну и да, простите меня за звук. OBS Studio совместно со звонком видео в WhatsApp'е дает странный эффект эхо. Еще раз извиняюсь перед всеми. Алексей, ну не могу не спросить, очевидный вопрос. Как вообще свою форму оцените? Вот прошел у вас первый бой после того, как вы провели в заключении. Два года, да, получается, плюс-минус. Да. Насколько сильно чувствуете сами, как профессиональный спортсмен, что откатились назад, не откатились назад? Думал, что будет похуже, но, однако... Мышечная память, тело все помнит. Чистых нейронов я провел где-то 15 нейронов. О, смахнировал. Три, ну, а если общее время, у меня было три недели. Именно сборов прошло. И то, я вам скажу, был такой сумбурный, шли переговоры на этот бой. Уезжать на полноценные сборы уже по времени не получалось куда-то выехать. В силу и нехватки времени, и в силу финансов. Вот. И поэтому, я скажу, что некоторые тренировки я даже проводил, как Джон Джонс, в себя в гараже. У меня там резина боксерская, гантели и, понятно, секундомер с раундами. Порядка где-то 5-7 тренировок у меня были тренировки в гараже. Именно обои стене по 12 раунд. А скикер с гантелями. А я помню, когда мы с вами поговорили еще... Вот я только не помню, 20 или 19, это был год. Вы сказали, что вы с Кудряшовым бы хотели подраться. И я, Анатолию Сульянову, сказал, что вот Алексей Кудин не против подраться с Кудряшовым. И Сульянов без вызова, но он сказал, что он мало что о вас знает. А вот как вы думаете, кто о вас рассказал в хардкоре? То есть, кто вас подписал, кто обратил внимание на вас из лиги именно? Как они на вас вышли? Ну, знаете, даже не знаю, кто там говорил, кто там конкретно. Но вот такая история, что я сам вышел на ребят, на хардкор. Написал... Ну, нет, я сказал так. Я слышал, что за меня сказали, что Алексей Кудин как бы и снова возвращается. А там сказали, что да, интересно посмотреть, интересно с ним пообщаться. Затем мне дали номер, я сам вышел на связь, и мы стали общаться напрямую. А номер дали Анатолия или вот с кем вы связались? Нет, я вел с Артемом Лобановым. А, я же знаю. И хотел еще спросить, вы сказали, Алексей Кудин возвращается. А в какой момент, или там вы сразу понимали, уже выходя из... Освобождаясь, что вы в спорт точно вернетесь? Или, грубо говоря, надо было как-то себя проверить? А вы знаете, я из него не уходил. А, ну это было одним из вопросов, да. А вот получалось ли там тренироваться? Получалось, да. Была возможность тренироваться. Была возможность. Ну, в основном, больше получилось сделать это общую базу. ВП, СПП, это про-план. Не споревал, бахтировать не получалось. Семя профильно работать в парах, в стойке не получалось. Такая работа была. Ну, ВП, СПП. Не получалось, потому что было не с кем, или запрещено режимом? Ну, этого нельзя делать. И запрещено было, и не было не с кем особо. Было пару ребят, какие-то серединички, КМС по боксу, ребята. Ну, по физическим кондициям с ними было неинтересно. Только чуть-чуть отработку делать легкую. А, отработку делали, да? Вот что-то все, могли там пятнашки. Ну, иногда получалось, нечасто. Но вот отработка, где-то протаскаться, потолкаться, пуш-пуш. Пора будет подвигаться, иногда была возможность. Как выглядит тренировка ОФП там? Ну, это обычный дворик. Это либо, если это теребный режим камерный. Это во дворике. Это различные виды отжиманий, прыжки, подтянемки на решетке, отжимания вниз головой, стенки, отжимания с лобками, различные приседания с партнером. Если брать уже непосредственно в лагере, то это в локальной зоне возле этого барака участка есть турники, брусья, маленький спортгородок. Старый для пресса, гиперстензия, какие-то там резинки бывают, бывают какие-то легкие гантельки. Ну, такого плана. А вот приседания с партнером, мне всегда интересно, я про это уже несколько раз слышал. Можно прям реально попросить человека сказать? Ну, просто для тех, кто не тренируется, это же чуть диковато выглядит, когда ты говоришь. Да, диковато, но там были ребят, там очень много ребят тоже, кто занимается спортом. И поэтому мы как бы, у нас был такой маленький свой кружок спортсменов, и вот мы и занимались вместе. А сколько раз в неделю тренировались? Ежедневно, бывало по два раза в день. Я еще про тренировки в тюрьме всегда думал, у меня нет опыта, к счастью, наверное, что, к сожалению, там же нет возможности помыться каждый день. А вот мы все там, кто хоть раз тренировался, понимаем, что... Вы знаете, человек ко всему привыкает быстро. В этом нет никаких проблем. У нас было так, что мы в отборе где-то не рывались полтора, два, три, три часа, потом приходили и просто в гипотильнике есть ведро, кто-то греет воду, либо холодной водой, и там это ведро ставишь либо возле в ванника, либо на длиннике, и отбываешься. А как решали вопрос с курящими в камере? Это же вечная такая проблема спортсмены и те, кто, наоборот, кому надо покурить. Ну, лично у меня была... Мне так повезло, но у меня в камере было шесть человек, из них были всего лишь два курящих. Двух ребят курящих, и получается, и то один потом бросил курить, стал курить только во дворике на улице, стал тренироваться вместе с нами. Когда он заметил, что у него пошел результат, он стал просто сбрасывать вес очень сильно, приходить в форму, то он еще тем более общает, стал правильно питаться. Ну, один из которых остался курящим, ну, как-то... Ну, у нас были особо определенные договоренности, что он курит только в вентиляционной шахте, курит только тогда, когда мы не тейруемся. Ночью у нас никто не курил в камере. Мы тоже договорились было, что мы ночью в камере не курим. А какие кроссфит-комплексы или комплексы на Физуховой вот там могли делать? Что примерно себе придумывали? Различные круговые тренировки были. Вы знаете, если брать, когда я в тюрьме сидел, то у меня были такие по 10 кругов, это в круг входило подтягивание на решетке. Сколько раз? Где-то 25-25 раз. Ага. Ну, я дошел по своему максимуму, я дошел на решетке, вот над дверями в камеру, это решетка на проволоку, я дошел с первого подхода, вытягивался 44 раз. Круто. С 43 раз дошел. Круто ежедневно, да, больше на вынос, не на силу, я кинулся там больше на вынос. Какие-то, в логировки были на карте, больше на цену вынос. Это вот у меня в круг входило подтягивание, отжимание вниз головой у стенки, затем пресс на скамейке, гиперстензия на той же скамейке, подтягивание под 45, горизонтальное на нарах входили, приседания глубокие с сопрыгиванием, и что-то еще и отжимание на полуках от пола. Я проспределял, и вот, а, и шею, еще работа на шею, и такие до 10 кругов доводили. А вот что, как смотрит, как это говорят, хата, да, это называется, вот вы тренируетесь, остальные просто лежат, смотрят, или... Я говорю, что у нас, так называемые хаты, тренировались все. Но у вас самые лучшие, да, были данные по кругу, наверное? Ну, то есть мало кто мог вот именно то, что вы делаете. Ну, конечно, да. Были еще, был один парень, который тоже занимался боксом, такой спортивный. Вот он единственный, кто со мной вытягивал на грузике. А в зоне, когда уже, как бы, была возможность на улице тренироваться, там что делали? Там я немножко переключился, я уже работал больше на, именно, на развитие силы. На максимальной силы. Сложили связок, я взял книгу тренировочную, есть такая книга американского одного атлета, тренировочная зона, и есть несколько частей. И непосредственно стал работать именно уже, если я на террированном режиме практически 10 месяцев работал на динамику, в основном на динамике, боксерская работа, там прыжковая, динамическое оттягивание, ой, отжимание с хлопками, различное, там присядное сопрыгивание, то уже год в лагере я решил посвятить именно работе на развитие максимальной силы, статичной и статодинамической. Я взял книгу тренировочную зону, взял программу, добавил в этой программе с этой динамикой немножко своей статичной, статичной работы на статичную силу, и целенаправленно, полномерно развивал. И знаете, что я скажу, что эта программа реально дает свои результаты. Я стал более сильнее, более плотнее стали мышцы. Когда я вышел, приехал домой, я со первым делом, это я пошел сразу же в наш центр спорта, пройти полную комиссию, сдал полностью все анализы. По всем тестам я стал еще более мощнее, выносливее, и у меня при том же при моем весе 108 килограмм, у меня на 10 килограмм плотность мышцы увеличилась, было стало больше сухих чистых мышц. Внутренний жир поджигается, и нарастает мышечная масса от силовой нагрузки. То есть вы обновили прям рекорды, да, какие-то свои, получается? Да, 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 обновил рекорды, я стал более, даже если брать в какую-то силе, с лишней я стал еще более сильнее. То есть всем рекомендуете, да, в принципе, эта программа, я на себе проверил, она реально, если ты даже год на ней посидишь, она реально работает. До вообще до этих их событий, я при своем весе, в среднем весе 180-107 килограмм, пускай 110 иногда, я вниз головой мог отжиматься только на ладошках. Сейчас я могу вниз головой отжиматься и на пальцах. А еще про тренировки в тюрьме. Некоторые говорят, допустим, штанга есть, но на ней блинов там на 30 килограмм, к примеру, или там на 40. А вот у вас хватало железа, вообще, чтобы просто какие-то серьезные веса брать. Вообще железом не занимался. Полностью занимался по этой методике американского атлета по силовой гимнастике, вот именно статодинамики и статики, статичная работа, турники, брусья, различные отжимания, различные выходы, стойка, уголки, там, планышки стойка в различных вариациях. Все ты медленные приседания, там, по 200 раз медленных приседаний, когда ты, то есть, вот 200 раз медленно приседаешь, не 5 счетов. У тебя это занимает практически 20 минут. Ты в работе. Ты весь мокрый, потеешь, мышцы жгут, то ты на силу медленно глубоко приседаешь и медленно встаешь. Ну да, вы развиваете силы и силовая выносливость. И ребята, которые тягали и ходили на стадион в отряде, в отряде, были пару ребят, спортсменов, тоже 100 килограмм такие весом, по 105, они ходили, тягали железо, но если мы становились, ну, какие-то простейшие борцовские кресты, то, ну, они просто таяли у меня в руках. Ну, как говорится, есть. Первый спарринг, кто там сильнее всего проседает, например? Это такая легкая приторможенность в том плане, что вроде глаза видят, руки делают, а не сразу не все получают. Чувство дистанции немножко, нужно было наработать. Все удары, мощь осталась, все осталось, дышал, дышу хорошо, но вот именно дистанция и моторика движения. Нужно было доработать моторику движения. Ну, это понятно, даже обычная память, она все возвращается. Ну, вот один первый спарринг такой комковатый, второй, уже третий, четвертый, уже более-менее пошли получаться все остальные. Всегда есть ощущение, что вот людей, у которых статья, как у вас, их могут довольно жестко встречать сотрудники либо в СИЗО, либо в тюрьме. Вот. Столкнулись ли вы с чем-то таким? Абсолютно нет. Адекватное поведение, как в России, в Российской Федерации на тюрьме, так же и в Беларуси вообще абсолютно адекватное поведение, не было никакой предвзятости, что у меня как-то не было сотрудниками, как бы все было на уровне общения, все не было, ну, я не почувствовал никакой предвзятости. И еще хотел уточнить, а вот когда суд оглашал приговор, насколько сильно вы волновались? То есть вот вы сейчас прямо узнаете, какой срок? Это сильный момент волнения? Ну, я вам скажу, что тогда, наверное, было волнение, были некоторые переживания, но, опять же, было некое понимание, что чего бы того не миновать. Ну, на все более божье, если это осуждено, значит, осуждено. Ну, значит, так как надо. А если не секрет, где вы отбывали? У нас Молодична, в городе Молодична, да, там, откуда я родом. А отбывал в окружении я в Штовской колонии номер 17. Ну, вот мне просто интересно, и вот вы попадаете туда, какие стереотипы сбываются, какие не сбываются, вот из того, как вы себе это представляли? Да, тут, ну, я представляю, что это какие-то жаргоны, какие-то там понятия, всякие там фени. Ни с чем этим мы вообще не столкнулись. Либо люди как-то, обходили меня стороной, сказали, что со мной не в этом плане не разменивался по фене. Но, вы знаете, мне попадались адекватные, скажем так, арестанты, сидельцы, люди здравые, с которыми можно поговорить, пообщаться. Ну, может, я коммуникационный человек такой, знаете, или ко мне, когда видишь, зашел спортсмен, адекватный, пообщались. Ну, у меня за весь за все два года не было ни с одним последствием, или, правильно сказать, если в тюрьме это последствием, если уже в колонии осужденным, у меня ни с одним человеком не было конфликта. Вы все равно там, когда оказываетесь в зоне, насколько я понимаю, там даже в современных зонах есть вот понятие там смотрящий, есть там воровская какая-то каста, или у вас не та была зона, где это есть? Нет, абсолютно все, знаете, как такой колония, образцовая, образцовая колония, все, как бы там, такого общения близко не было ничего. Пришлось какую-то работу освоить там? Ну, у меня был в отряде, который занимается пошивом обуви, обувной цвет, скажем так. Ну, была работа у меня такая непыльная, сидел и выбивал такие дырочки в коже. Сколько навыбивали вот за это время? Можно сказать? или я, честно, даже не скажу, может, ну, пара 500, может, тысячу, какую-то пару. Ну, сидите, молоточком стучишь, и чуть-чуть есть. В твоем духе. Вот смотрите, многие из тех, с кем вы дрались, за это время проводили какие-то яркие бои, Анатолий Малыхин стал чемпионом, Волков неплохо подрался в UFC. Видели ли вы какой-то из этих боев в прямом эфире? Да, там, вы знаете, там есть комната отдыха, и там, ну, в каждом отряде висит большая-большая телевизор. Плазм, плазм, хорошая. Да, даже 65-ка дюймов, 65-ка. Там есть Волка, программа, которая закачивается, постоянно закачивается через интернет, бои, и мы в прямом эфире смотрели каждое воскресенье, UFC в прямом эфире смотрели, ребята. Про что вас чаще всего спрашивали, как профессионального бойца? Да, как удар поставить, как развить там те мышцы, те мышцы, вообще, как развить мускулатуру, скелетные мышцы, были вопросы различные. У каждого свои интересы и были много вопросов. А было что-нибудь такое, что про других бойцов спрашивали? То есть там наверняка же хоть один бой там Волкова, например, видели, а вы с ним дрались и тренировались с ним. Там бывает такое? когда узнавали, что и вот с Саней Волковом тренировался вместе, и там какие-то были зарисовки на видео, видели, что с ребятами и с Малыхием, и с Харитоном бой смотрели, там же было закачено, там потом закачали, в колонии закачали на несколько моих боев, там все собрали, смотрели. всякого не знала, кто, что, чего. А что могли спрашивать вот про других бойцов? Типа, а вот как там? Как тенируются, как режим дня соблюдают, где, что, нечего. Ну, знаете, многие же осужденные, они вот люди, просто обычные люди, они, он в обычной жизни, в обычной жизни, ни разу, в общем, со мной никогда не встретится. А здесь вот мы с ним раз в одном отряде или в одной колонии сидим, и, конечно, ему интересно что-то узнать, для него это какие-то новые открытия. Ну, да, было много вопросов, было много рассказов, много различного. Здравые вопросы, бывали и дурацкие вопросы, я даже не хочу их озвучивать, знаете. А что, например, вот вы так улыбаетесь, сразу понятно, что что-то смешное, вот дурацкий вопрос в колонии, ну, расскажите. Ну, подходит вот осужденный, зэк, и говорит, слушай, а вот если бы на тебя весь отряд напал, ты бы смог отбиться. Я ему говорю, вот ответить, я ему говорю, просто чек, иди. Ты когда шел, все. Не просили там пробить, например, вот попробуй пробить лоу-кик, посмотрим, как это больно. Нет, были, да, были там, покажи это, я говорю, ребята, ну, не буду ничего показывать никому, потому что была сразу четкая установка от начальства этого заведения, что никому, никому ничего не учить, никому ничего не показывать, потому что это же осужденный, у каждого в голове что-то свое, а там покажешь, допустим, для интереса посмотрел и все, и забыл, да, там леся будут отрабатывать в зале, а второму покажешь, этот дурак пойдет кому-нибудь, что-то, на ком-то это применит. Я задушил его гильотиной, который меня научил Алексей Кудин, допустим, да, потом сказал. Спасибо ему огромное. А была связь с семьей? Вот как часто к вам послали посылки, приезжал из округа? Посылки, постоянно были посылки, шли постоянно, и вы знаете, там 4 раза в месяц, не 5 звонков, 5 звонков в месяц, по 10 минут видеосвязь. Может было либо Телеграм, либо Ватсап, либо Вайбер, либо Гугл Ду, там разные эти версии, можно позвонить домой. Кормят вкусно, вот если без еды и посылок? Ну, вы знаете, для тех мест неплохо, я скажу. Что самая вот, самая приятная еда, которую запомнили? Это Драники. А, Драники, да? Это 17. Неплохо. Звучит даже как-то аппетитно немного. Да. А вот просто большинство людей, особенно там открытых, как вы, рассказывают, что да там, значит, все равно хорошие, там неплохие люди, там типа тоже люди и так далее. Я в принципе с этим не спорю и примерно понимаю, что там могут быть действительно, но в то же время я понимаю, что есть ведь и откровенные там подонки попадаются. А вот насколько чувствуется, что как бы от человека какой-то негатив исходит и, например, даже по его статье видно, что... Есть, есть, да. Вы знаете, разные люди были. Вот я сразу видно, где человек мерзкий, а где человек здравый, да. Даже человек, который, допустим, он совершил преступление, но спустя, посидев время, он там что-то переосмысливает, осознает и как бы становится на путь справления, становится здравым, реально здравым человеком. Ну, кто-то и был здравым, просто, да, получилось в жизни, что, ну, вот, получилось преступление по глупости или вот там спьяно совершил. Многие пытались, как там есть такое выражение, лезть под шкуру, общаться, пытаться там как-то со мной, но я справился сразу учеткой, вообще не ограничивался с ними. А что удалось почитать там? Что запомнили? То есть, много книг я, начиная с России, вот с тюрьмы из России, читал исторических много, Разумовский исторический, а потом Паула Куэля читал, много, по психологии много книг перечитал, очень разные, разные книги психологии, Ремарка читал, очень много Ремарка читал, все его там романы перечитал, практически, ну, много читал. Я просто, что сейчас здесь, здесь смирает, на самом деле, да, голову у вас, я единственное, что жалею, вот о чем потом пожалел, это то, что я не записал все, что я прочитал, ну, в плане, не хотя бы отметил автора, потому что, порядка, я прикинул, ну, более 100 книг я прочитал точно. От спортсменов всегда слышишь, что не хочется уезжать на сборы, потому что дети растут без тебя, а вот сильно это ощущается, когда пятеро детей, соответственно, у всех разные возраста, и вы, по сути, на два года с ними расстаетесь, сильно выросли? Очень сильно, очень сильно выросли, поменялись даже, что психологически, или, знаете, более-таки стали взрослее, особенно младшая, когда я уезжал, ей было 3, 3,5 года, да, получается, а сейчас ей уже 6, седьмой ушел. Ну да, это сильно. И она такая рассудительная, все, как я знаю, все очень важное стало, но опять же, я, они ко мне приезжали за год, получается, за год, мои нахождения в колонии, они ко мне приезжали два раза, на свидание. Был кто-то из детей, кого вот вы два года прям не видели, физически, да, получается? Нет, если просто я видел связи, то я видел постоянно все. Да, так, чтобы так нового года полосы не видеть, такого не было. Какой момент вы дату освобождения узнали? Вы ее узнаете сразу, когда заезжаете, вас когда привозят в лагерь карантин, вам уже сразу дается бирка, нагрудный знак, где написано срок вашего, начало срока и конец. Полностью с пересчетом, там, статьей, всего этого, полностью начало и конец сроку, ты уже знаешь. Сильно долго, последние там 2-3 дня идут? Долго тянулись, последние 2 месяца очень. Просто вот уже потому, что это как бы осязаемый, да? Да, наверное, даже 3. Наверное, скажем так, 28 декабря я освободился, а вот с начала октября, середина октября уже пошел, каждый день он томительно очень шел, очень томительно. А как ваша супруга, она с 5 детьми осталась, кстати, на 2 года, насколько это сложное время, там, для семьи было для нее, помогал ли кто-то? Ну, да, помотала, и помотала, время сложное, и, конечно, ей можно ставить при жизни памятник, потому что 5 детей, все эти дела, еще нужно им некоторым помогать, какие-то посылки, поддерживать морально, вот, и все вопросы по дому закрывать, ну, как бы, ну, да, но она сильный человек, очень сильный волевой, поэтому. А скажите, а знаменитый жанр писем из тюрьмы в тюрьму ушел, да, в прошлое, если вот можно все-таки, там есть видеосвязь, или писали? Нет, писал, мне супруга писала, писала фотографии с детьми, я написал письма, но меньше уже писал, пару писем писал, потому что уже, да, когда, знаете, когда у тебя есть 5 видеозвонков, и ты общаешься онлайн с семьей, то как-то этот жанр уже немножко отходит. В тюрьмы, да, из тюрьмы много писем писал, потому что в тюрьме нету видеозвонков такого, а уже вот с лагерем в основном были звонки. А для вас сейчас бои это возможность просто заработка, или там вам важно что-то выиграть, с кем-то подраться, или просто менять что-то? Не только заработка, у меня есть определенная амбиция для спортсмена, я еще не закончил свою карьеру, я хочу ее еще дальше продолжать, и, конечно, я сейчас знаю, в данном моменте я нацелен на хардкор боксинг и на кулашку в хардкоре, чтобы дойти до пояса, моя цель – это пояса. Не чувствуете, что больше можете заработать, если кого-то вызовете и начнете раскачивать какой-то конкретный бой, что это просто будет финансово выгоднее? Непосредственно выгоднее, финансово, я уверен, что прорвется будет, но мне сейчас нужно себя зарекомендовать, потому что, представьте, я 9 лет не одевал боксерские перчатки на руки, в 9 лет, в 15-м году я ушел из сборной, с кем-бокса, 9 лет не работал именно в больших перчатках, 3 года я уже, у меня не было боев по снежке, и мне сейчас, да, один бой с карьевом, это все-таки, все равно, я считаю, не особо показатель, мне нужно еще, хотя бы, провести 2 боя, чтобы войти в такую сырью, и потом уже можно сделать какие-то громкие заявления. Просто объясните, гонорар за кулачку это больше миллиона или больше 2 миллионов рублей должно быть? И последнее, конечно, это кулачки, тяжелый вес, это более 2 миллионов. За бокс чуть поменьше, да? вот просто... Ну, все-таки это бокс, и перчатки чуть меньше, да, но, тем не менее, опять же, здесь все зависит от того, кто твой соперник. Например, Карилов, Ислам, хороший парень, но это один уровень, далее, тот же Гаджи Автоматы, это уже немножко другой уровень, Хадис, это уже третий уровень, это все-таки боец, экс-боец UFC, это уже уровень какой-то, и за каждого бойца нужно уже разговаривать отдельно. 24 сентября Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели бой, мы с вами, как такие олдскульные фанаты ММА, помним их историю конфликта, а вам его удалось посмотреть? Вы же тогда еще, получается, были в заключении? Да, я видел, там тоже, там хардкор ребята постоянно смотрят хардкор, постоянно смотрят топ-дог, просматривают Барначел, UFC, Белатар, там есть интернет, и это все просматривается. Поэтому я видел, да, этот бой, конечно, когда просто над закордной плюхой уложил Александр, ну, я, конечно, был в шоке. Такое ощущение, что Александра подняли с дивана и сказали, Саше надо подраться. У кого был самый большой срок, о котором вы слышали? То есть вы приезжаете, все равно все говорят, кому сколько осталось, кто рекордсмен, и что надо сделать, чтобы получить столько? Ну, я не знаю, там были люди, которые сидели с 98-го года. Вот, они сидят в тюрьме с 98-го? Ну, в колонии, да. Ничего себе, но это убийство, убийство с особой жестокостью, еще какие-то, которые срок там 25 лет. Знаете, как там есть такое выражение, это уже никогда. Ну, понятно. А вот, если человек там сидит с 98-го, у него понятен хотя бы срок выхода? То есть, или он там, как сказать... Не, я же есть, 98-го тебя осудили, допустим, 24-й год, ты выходишь. А, ничего себе. И прям реально, вот человек, по сути, последние два года из 25-ти досиживает на ваших глазах? Да, 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 вот были люди, которые при мне сиживали и 15 лет, и 17, и 18, и вот выходили. И, 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 Продолжение следует...